Добрый вечер, добро пожаловать в Украину. Что одна из целей его визита – помощь в окончании войны. Хоть нам и кажется, что очень тяжело достичь определенных целей мирного решения конфликта, но мы не должны забывать, что это наша цель. Это шаг для усиления глобальной антивоенной коалиции всех добросовестных государств, которые могут вернуть миру стабильность. Он лично пригласил Зеленского на саммит 20-ки в ноябре. Я пригласил Зеленского лично принять участие в саммите Великой 20-ки на Бали. Благодарю вас за приглашение принять участие в саммите. И, конечно же, я принимаю его. В ответ Зеленский отметил, что его участие будет зависеть от ситуации безопасности в Украине и от состава участников G20. Индонезия в ноябре 22-го года будет принимать саммит группы G20 на острове Бали. Видода посетил Киевскую область и увидел все ужасы в разбомбленном российскими оккупантами Ирпине. Я собственными глазами видел повреждения домов и инфраструктуры в результате войны. Надеюсь, эту войну можно будет остановить в ближайшее время. Также вместе с женой Джока Видода посетил госпиталь в центре Киева, где лечат людей, пострадавших в результате войны. Содействие Индонезии как представителя и участника 20-ки чрезвычайно важно для восстановления мира. Президент Индонезии сообщил, что имеет соответствующее послание Зеленскому и очень скоро проведет встречу с президентом России. У меня есть известие к президенту Зеленскому. У меня скоро будет встреча с Путиным. Я ему тоже расскажу о нашем желании мира. 30 июня президент Индонезии Джока Видода приехал в Россию и так и встретился с Путиным. Я подробно проинформировал господина президента о ситуации, которая складывается на украинском направлении. Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с Федода пообещал проинформировать его о ситуации в Украине, а также рассказать о позиции России по этому вопросу. Мы с вами по телефону разговаривали и вы проявляли озабоченность и интерес к вопросам урегулирования, связанным с кризисом на Украине и на Донбассе. И, конечно, я подробно вас проинформирую обо всем, что там происходит и о нашем видении. Владимир Путин, президент Российской Федерации. Но шок новостью во всех российских СМИ стало то, что якобы Видода передал какое-то письмо Путину от Зеленского. Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами. При этом нигде нет уточнений, о чем идет речь в послании. Цитируем российского переводчика слов Видода на встрече с диктатором. Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и я выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами. И президент Индонезии, чья страна будет принимать саммит G20, таким образом поднимает свои ставки, презентуя себя как важный переговорщик. То есть это часть такой геополитической игры. Пока на всех российских сайтах эта новость стала новостью дня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока не знает, о чем именно идет речь. Я могу сказать следующее. Речь не идет о каком-то письменном послании. Все стремятся, все хотят с ним говорить и все хотят находить с ним общий язык. Но на самом деле это не так, потому что Путин перестал быть рукопожатным. Путин это изгой и Россия это страна изгой. Это видно по большому количеству, наибольшему рекордному количеству санкций, тиражирования в российских СМИ. Это больше попытка как раз сохранить хорошую мину при плохой игре. Но если мы посмотрим свободную прессу, посмотрим отношение к нему в свободном мире, то оно, конечно же, будет кардинально противоположным той картинке, которую пытаются рисовать внутри России. В офисе президента Украины опровергли информацию с каким-то там посланием. Если бы Зеленский хотел что-то передать Путину, то он сделал бы это публично. Владимир Зеленский всегда открыто говорит в своих видеообращениях о ситуации, происшествиях и встречах с лидерами в Украине. Что обсуждали и к чему пришли. Ему не нужно передавать какие-то скрытые послания через кого-то. Это все делается публично каждый день. Это и обращение и к мировым лидерам, к парламентам, это и переговоры личные, это и заявления в СМИ украинские. Вся эта информационная атака с вбросами этой новости выгодна исключительно Кремлю. Путин и российская власть, они пытаются найти методы и информационные заявления, которые бы позволили им внутри своей страны продать поражение в Украине. Переговоры России и Украины не возобновлялись. О чем можно говорить с террористами? Удар по детскому саду и жилому дому в Киеве, это удар по торговому центру и большое количество жертв в Кременчаге. Сегодня утром, к сожалению, это удар по Одесской области и тоже большое количество жертв. Поэтому Украина не заинтересована в переговорах, которые не дают никакого результата. Как раз это часто декларирует президент. Джоко Ведода отправил приглашение на саммит J-20 и Путину. Путин получил приглашение. Интерес Индонезии в чем? Если предположить, что они рассчитывают о некоторых переговорах между Путиным и Зеленским на этой площадке. И условно они предполагают, что могут быть достигнуты определенной договоренности. То есть для Индонезии это сразу автоматически будет означать огромный успех. И они поднимают свои личные ставки, то есть входит в большую игру. И это несмотря на то, что страны-двадцатки объявили о планах максимально изолировать Россию внутри J-20. Из-за возможного присутствия президента России состав участников встречи до сих пор под вопросом. Мы еще не видели и не слышали заявлений со стороны Джонсона, Байдена, Шольца. Все эти политические лидеры обязательно выскажутся. И каждая из их позиций, она будет, если не напрямую, то косвенно давать нам понять, в принципе, как будут развиваться события на данной площадке. Организаторы прогарантировали, что президента Российской Федерации на этом саммите не будет. Что касается присутствия Путина, президент Видода это исключает. Он был категоричен. Путин не приедет. Возможно, дистанционное включение. Посмотрим. Премьер Италии Марио Драги. О том, что Россия таки примет участие в G20, нельзя. Ее уже с позором выкинули с G8, что может произойти и с этим саммитом. Вот она очень легко трансформировалась в G7, без России. То же самое может быть и с G20. На место Путина просто придет другое государство. А Россия останется в забытие и в изоляции.